Славлю Тебя всем сердцем, моим пред богами пою Тебе. Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Друзья, я рад приветствовать вас в прямом эфире. Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Я сегодня не один. Пастор Александр Пекун. Очень приятно. Взаимно. Welcome back, пастор. Снова. Спасибо. Очень приятно. Нам так же. И, наверное, зрители, они видят интерьер, который нас окружает, что это особый период, особый сезон. Мы проходим как раз период года особый, а особенно в рамках этой богом благословенной страны, которая стоит в преддверии этого великого праздника, одного из великих праздников на американском континенте, когда благодарят за изобилие народа Божия. Да и все они приобщаются. Даже нечестивые, и то не пользуются всеми благами, может, и не славят Бога так, как мы делаем, как его церковь. Но, тем не менее, welcome back, пастор. Welcome back снова. Спасибо. И, друзья, к нам через несколько минут также присоединится это Вадим Пекун, твой меньший брат, имеет потрясающее свидетельство, потрясающе поделится с нами теми чудесами Божьими, делами, которые Господь делает в его служении. Итак, ну, что мы имеем, пастор? Служение как? Слава Богу. Все, все слава Богу. Слава Богу. Я думаю, что праздник Благодарения – это время, потрясающее для нас возможности. Я всегда ценю этим праздником, потому что этот праздник дает нам возможность сесть и внимательно посмотреть, чем Бог благословил нашу жизнь. И кто мы есть. И кто мы есть. Я ехал сюда в машине, тоже размышляя об этом, и подумал, я просто думал за телеканал «Импакт». И вот думал, какое огромнейшее благословение телеканал «Импакт». Кто-то заботится, чтобы войти в дом верующих людей, и даже не тех, которые, возможно, не верующие, и принести туда благословение, Божье Царство, Божье Слово, Божью благодать, вдохновение, Слово назидания. Это просто молитву. Это же так здорово. И поэтому мне кажется, что День Благодарения – это тот день или тот сезон времени, когда мы смотрим, опадают листья, когда мы смотрим на осень. Так прекрасное время осознать, сесть и осознать, как Бог благословляет на свой народ и вообще землю. Это вот мысль о том, что ничего не имея, но столь многим мы обладаем, эта мысль, она уже… Вот кто мы такие? Апостол Павел перечисляет. Да и знатных, и знатных немного. Да и именитых особо нет. Но Бог избрал нас. Я всегда люблю применять это слово, пастор. Бог соблаговолил к нам. Соблаговолил именно к нам. Почему к нам? Почему мы в числе этих счастливчиков, которым и истина открыта, и слово открыто, и спасение дано, и всё, написано, как с ним не дарует нами всего. И действительно, вот эта мысль, она окрыляет и восхищает. И сегодня утром я говорил с одним из пасторей, мы также имели прямой эфир о том, что когда вникаешь в смысл происходящего, в смысл, кем Бог тебя сделал, что Он сделал для тебя, лексикон, нищий, бедный какой-то наш. Всё, что мы можем сказать, ну, Господи, слава тебе. В одном из псамов сказаны такие простые, но очень мощные слова. Хвалите Господа, ибо Он благ. Ибо вовек милость Его. Вовек милость Его. Вот пойте имени Его, ибо это сладко. Бог благ. Вот эти простые слова, они просто вдохновляют мое сердце, настолько, что жизнь прекрасна. Куда ни посмотришь, Бог благ. Посмотришь на телеканал «Импак» – Бог благ. Посмотришь на наши столы в наших домах – хочется только воскресать. Бог благ. Посмотришь на наших детей – Бог благ. Посмотришь на церкви, служение молодых людей. И всё, что остаётся сказать – Бог благ. Посмотришь на родителей. На родителей Господа. Которые с нами, или ушедшие к Господу. Аминь. Я получил буквально два часа назад мне на мобильник смс-ка. Смс-ка. Бомбкнул, смотрю. Славик, Рачук, Юра и Инна, я в Сингапуре. И хочу поздравить вас с праздником. И одним из говорит, не стоит ли нам благодарить за наших родителей? Я так думаю, смотри, конечно, стоит благодарить. А ну-ка. Приветствую вас. Приветствую. Сейчас мы об этом будем говорить. Приветствую. Вадим Пекун. Мы были в ожидании. Мы делали анонсировку. Семейство богословенных служителей Пекуны. Мы рады. Мы тоже рады. Welcome back. Спасибо. Пару лет не лицезрели наши зрители тебя в эфире. Пару лет, по-моему, уже. Даже больше, если... Мне память не изменяет три или четыре года. Я как-то говорил, пора уже, может, пришло время явить себе народу. Помнишь, как родственники сказали Христу явить себе народу? Но мы будем об этом говорить. И я... Ты говорил, ты размышлял сегодня насчет импакта. А я размышлял насчет вашего отца. Вот, думаю, Господи, когда ты поделился со мной, что Господь делал, ты об этом будешь говорить сегодня в Пакистане. И думаю, смотри. Смотри, смотри. Разве Бог не достоин молитв благодарения за наших отцов, за наших родителей, которые инвестировали, и жизнь не зря прожила? Это просто потрясающе. Это потрясающе. И это тоже Бог благ. Бог позволил, чтобы мы продолжали. То есть наследие духовное. Да, наследие духовное. Через Его верность и веру. Мы сегодня продолжаем наслаждаться жизнью, благословениями, которые Бог благ. Войти в труд. Аминь. Войти в труд. Это благословенно. Войти в труд первоапостерской церкви. Потом идет родословно. И это родословно через героев веры, как наши с вами родители. Мы вошли в их труд. И продолжаем. И когда вот я каждый месяц ньюслеттеры, ну так, наверное, и вы тоже это делаете для ваших партнеров, отправляю ньюслеттеры. И я в последнем, по-моему, писал. Из десяти я перечислял, за что я Христа благодарю. И говорю, друзья, вы к этим десяти, я уверен, более чем уверен, вы присоедините множество ваших. Но краткость изложенного письма, она не позволяет углубиться или расширить. Но тем не менее. Одно дело, когда в Америке благодарят за хлеб, за индюка. Но для христианина, рожденного свыше, вкусившего, как благ Бог, как он милый, ну для нас это, ну это правильно, это хорошо, но это чуть-чуть мелко. Ну просто за банан или апельсин, да будь он благословен, и банан, и апельсин на столе, это хорошо. Но, Юрий, можно я по тебе поправлю? А ну-ка, плейся. Но мне кажется, люди, которые умеют благодарить Бога за банан, и за... Они и дальше пойдут. Они богославят за все. Ну это правда. А те, которые не умеют Бога благодарить за индюка, они его не благодарят за его чудеса. Точно. Согласен. Согласен. Поэтому благодарное сердце, наверное, сердце, которое, в общем-то, может видеть Бога во всем, в кружке этой воды, вот температурой, которой мы сейчас, возможностях, вот даже в этой студии. Если мы благодарим Бога за то, что вот сейчас мы имеем, Бог открывает нам Себя, чтобы мы могли видеть Его больше. И вот этот сосуд, он будет более и более доливать, и доливать, и доливать. Однозначно. Итак, ну, Вадим, что Господь делает? Я слушаю вас и просто... А теперь присоединяйся, присоединяйся к нам. Господь благ, Господь благ. Очень сильно любит нас Бог. Бог, Евангелие, Его живое действие, спасение, оно сегодня продолжается. Спасение людей по всему миру продолжается. Мы сегодня благодарим Бога по-особенному за силу Евангелия. По-особенному Евангелие, оно имеет силу. Имеет силу Евангелие. Потрясающую силу. Среди даже людей, которые с поколениями были в другой религии, когда является сила Иисуса, все это просто рушится. А мы вернулись с Пакистана, вот полтора дня назад. Умели там пять дней... Ты отдохнул или так еще чуть-чуть? Мы сразу тебя и перед ясные глаза наших зрителей отдохнем, да? Отдохнем. Пять дней имели служений, разных служений. И свидетели тому, что, вот как вы говорили за благословение, за этот стакан, как Бог наливает. Это по-особенному так оно есть, что Бог, Он состоит за Своим Словом. Когда мы приехали в эту страну, мы не знали, что ожидать. Это была первая поездка? Первая поездка, да. Первая поездка. Нас было десять человек. Когда сидят люди и публика, большая публика, и ты знаешь, что половина из них это мусульманы, и на сцене правительство, как бы говорили, ну, пытайся как-то мягко, чтобы никого не оскорбить, чтобы не оттолкнуть. Слово Божье, оно написано было ко всем. От малого до великого. И когда мы проповедовали Христа, спасались мусульмане. Спасались даже те люди, которые отвечают за большие проекты страны. В машине ехали и вместе с нами молились молитвой покаяния. Так что Слово Божье, оно сильно. То есть и тысячи, тысячи народа собрались. Я видел фотографию. Ну, у нас даже есть, как бы, конкретно подсчет, потому что в то место должны были войти люди, те, которые пройдут полностью секьюрити. Как в аэропорт зайти, их проверяли. Было больше, чем 250 тысяч людей на одном служении. Жив Господь. Аминь. Аминь. И даже так получилось, что то место оказалось маленьким. И все здания, которые вокруг крыши, стояли люди. Даже вылазили на машины, на автобусы, чтобы заглядывать за эти заборы. Мы ставили экраны туда. Это было потрясающее зрелище. И 80 тысяч из этих людей были самые настоящие мусульмане. Мусульмане, слава Богу. И когда был призыв, там не было призвать, потому что вот сцена и вот люди. Вот просто это так их было много. Там они сидели как бы один на одном. И когда было, кто хочет принять Христа, поднимите руки, то, наверное, все. И все молились. Не то, что молились, а кричали. Иисус, я принимаю Тебя в свое сердце. Это было потрясающее зрелище, когда ощущалось помазание Святого Духа. Оно сошло. И это не было как-то, ну, какая-то подделка или что-то такое. Это ощущалось, что это было настолько искренне. И это было славно. Это было очень славно. То есть сила Евангелия. Я благодарен за силу Евангелия. Я очень благодарен, потому что я проповедовал о любви Христа. Что написано, что ничего нас не может разлучить от любви Христа. И ощущалась любовь Христа. И лежала женщина прямо впереди. Вот там сцена, она сделана как баррикада, чтобы никто не мог к нам подняться. Где-то три метра. И в самом низу лежала женщина, полностью парализована. Не могла двигаться. Я думаю, что ее затопчут, потому что во время молитвы она встает. Встает на ноги. Никто не ложил на нее руки. Встает на ноги и начинает прыгать. Ее быстро на сцену. Ее все знали. Она полностью исцелилась. Есть фотографии, как очередь скорых, эмбилансис, привозили людей. Вот так на носилках везли на эту служение. Это в мусульманской стране. В Пакистане. Жив Господь. Аллилуйя. И настолько оно созвучно с этим периодом этого праздника, Дня Благодарения, настолько вот это потрясающее происшедшее в Пакистане, оно созвучно. Оно созвучно. И хорошая новость сегодня для наших зрителей, несмотря где вы эту программу имеете, в каком городе, штате или стране, хорошая новость, что Бог сегодня не молчит. Бог не молчит сегодня. Евангелие не потеряло силу ни на одну секунду. Ни на одну секунду. Христиане иногда теряют способность или возможность благодарить Бога за спасение. Мы говорим Бога за спасение, но не всегда мы благодарим за Евангелие, которое продолжает мощно и славно действовать по земле. Поэтому я верю, что сегодняшний наш вечер, я верю от Бога. Потому что Бог заинтересован, Бог желает видеть от нас не только благодарность за апельсин или что-то другое, но чтобы наши очи были поняты сегодня на Божию силу Евангелия, которая спасает людей, независимо стран, независимо континентов. Иногда дети наши бывают непослушные, иногда кто-то из наших родственников уходит от Бога. И мы настолько поглощаемся печалью и трудностями, и это настолько удручает нас до такой степени, что люди попадают в депрессии, в разочарование, в отчаяние, в состояние даже внутренней борьбы до такой степени, что теряют здоровье. Я не думаю, что это кому-то помогает. Я верю, что нам нужно иметь благодарное сердце. А благодарное сердце знает, что Божий Евангелие может спаси грешника в любом состоянии, в любой стране, в любой ситуации его жизни. Потому что это есть благая весть во спасение. Это весть от Бога, которая должна по земле быть провозглашена сегодня. И даже говоря в судьбу и в ту семью, которая может проходить такого рода долиной, когда то ли сын блудный, то ли дочь, то ли еще кто-то там, как я говорил, куролесит, где-то чуть-чуть там по обочинам цепляет. Но тем не менее, хорошая новость есть сегодня, что дьявол, может быть, нанес рану определенную тебе. Может сегодня, или вчера, или третьего дня, или твоей дочери, или сыну. Но хорошая новость, что битва еще не проиграна. Битва не проиграна. Сражение продолжается. То есть, надежда, упование и доверие Богу, и яркий пример многих, многих прошедших, может быть, таким трудным путем, может быть, нелегким путем, но те, которые выстояли в сражениях, победили в битве, и сегодня они служат Богу. Поэтому это хорошая новость сегодня, что не все потеряно. Дьявол мог нанести урон определенный, но мы знаем по Писанию, какая его участь. Его участь определена уже Богом конкретно. Я вот чувствую сейчас в духе, что есть люди, которые нас сейчас смотрят и говорят, Пакистан, а почему вот здесь этого нет? И у меня есть ответ. Можете представить, в мусульманской стране, чтобы собрались на одно собрание, 250 тысяч людей. Что нужно? Что нужно для этого? Вадим рассказывал как-то, что люди за полтора дня, скажи, Вадим, за полтора дня собирались, чтобы попасть на это собрание. Если бы здесь у нас было такое почтение, уважение, жажда к слышанию Божьего Слова. Хай Богу послевает благодать свою. Аллилуйя. Аллилуйя. Жив Господь. Yes. Пастыри, мы знаете, что сделаем? Мы прямо сейчас совершим молитву, прямо сейчас, пастыр Александр, прямо в процессе этого прямого эфира, потому что, видно, это слово было важно для кого-то, важно для кого-то из зрителей. И вот я выхватил эту мысль, что сила Евангелия, это сила Евангелия, сила его слова, она не потеряла ни вес, она не потеряла ни ценность, она не потеряла ни авторитет. Я как-то говорил, что это святое слово, святая книга Библии, она подтвердила свою достоверность, свою подлинность и свою истинность временем. Она подтвердила, она подтвердила в моей жизни, в твоей жизни, в твоей жизни, что есть большая сила, заложена этот целый динамит, заложенный в Божьем Слове. И этот динамит предназначен, это сила, это власть, этот авторитет, это истина, эта незыблемость, она предназначена и для тебя, и именно сегодня для тебя. Прими это как пророческое слово. Может быть, что-то с сыном не то, с дочерью не то, с мужем не то, с отцом не то, с женой не то, с родителями не то, но с Богом все то. С Богом все нормально? Бог продолжает оставаться быть благим Богом. И на троне? Он на троне славы. И Он послал человечеству лучшее, что Он мог послать. В нашем сердце должна быть вот эта вот способность быть благодарными и ценить, увидеть и не забыть. Поэтому я верю, что даже сегодня, во время этой передачи, если в твоем сердце поднимется желание вот оценить Евангелие, вот на мгновение поднимется в тебя вера, Бог пошлет в твою жизнь. Почему Бог посылает своих посланников в эту страну или в другие страны, где люди имеют больше жажды, чем в нашей стране? Потому что Бог отвечает на жажду людей, потому что Он благ, потому что Он дает им ничего другого, кроме слова простого Евангелия. И оно потрясает нации, потрясает жизни людей, преобразовывает их в одно мгновение. Друзья, Бог настолько благ, что одна молитва, одно Его благословение, оно сильно изменить нашу жизнь. Вот почему радуется моя сердце. Господь, молимся. Аллилуйя. Господи, мы благодарим тебя. Мы призываем сейчас великое имя Твое. Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты благой Отец, и мы сегодня приходим к Тебе. Мы ощущаем на себе сейчас, в нашем духе, Твою чудесную, удивительную, потрясающую доброту, Господь, которая знает наше сердце, вкусила наше сердце. Слава Тебе, Господь. Сила Твоего Евангелия, сила Твоего вдохновения и веры, Твое присутствие сейчас, пусть войдет в каждый дом, в каждую комнату, где сейчас включена эта программа во имя Иисуса Христа. Потому что здесь мы продолжаем ничто иное, как Твою доброту и как Твою силу, чтобы спасать, помочь людям во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, 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 Господь Благословен, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. осознает это. Тебе поклоняются сегодня миллионы, миллионы. Поклоняются в Пакистане, поклоняются в Америке, поклоняются в Украине, в России. Вся земля, она наполнена славой Твоей. И мы знаем и благодарим Господь, что все-таки Твое Слово будет последнее. Чтобы дьявол там не куролесил, чтобы он не предпринимал какими бы грязными стратегиями и уловками он не хитрил, но Слово Твое и сила Твоя, и власть Твоя. И Ты скажешь последнее Слово. Благодарим Тебя. Спасибо, Господи. Сейчас просто в молитве. Я видел, что есть мать, которая очень сильно уже устала, выбилась от сил за свою дочь. Просто уже не знаете, что пробовать. Во имя Иисуса Христа. Мы сейчас исповедуем Божье вмешательство в жизнь Вашей дочери. Во имя Иисуса Христа. Да придет победа от Господа. Мы сейчас просто связываем всякую демоническую силу, которая присутствует в жизни Вашей дочери. И сейчас мы освобождаем Божью жизнь. Во имя Иисуса Христа. Да придет победа и ответ. Мы исповедуем, что Ваша дочь, она будет служить Богу. Во имя Иисуса. Примите и радуйтесь. И благодарите Бога уже за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Жив Господи. Аминь. Аминь. в какой-то деревне там в Украине или в Белоруссии. Но Бог, Бог везде. И этого Бога, которого мы исповедуем, Его много везде. Его много здесь. Его много в моей жизни. Его много в твоей. Его очень много. Если бы наши глаза на мгновение открылись, и Бог показал бы нам эту прекрасную, изящную, потрясающую картину, как много Бога мы имеем. Как много Бога этого в наших семьях, как много Бога в наших домах, как много Бога в наших служениях, как много Бога везде. И вот счастливы те, которые восхищают то, что Бог дает, то, что Бог делает. То, кем Он есть, мы это принимаем, мы восхищаем это. И просто, и благословен ты, брат мой, благословен ты так же. Но сейчас обращаюсь к меньшему, брат. Благословен ты то, что ты чуток. Ты мог бы, знаешь, что сделать? Ты мог бы сделать то, что сегодня, стыдуя, к сожалению, делают тысячи молодых людей. Даже наших соотечественников в Америке, или в Канаде, или где-то еще. Заколачивают деньгу. Им уютно, им комфортно. То есть, где-то какая-то Мексика, какие-то Гавайи. Но ты избрал очень благой час. И эта часть не отнимется у тебя во имя Иисуса. Я верю, что когда человек по-особенному имеет встречу с Богом, когда мы принимаем Иисуса, мы меняемся. Что-то в нашей жизни происходит, что как-то для себя жить, оно стает тоскливо. Хочется видеть Бога. Юрий, смотрите, мы прилетели в Пакистан в среду утром. В среду вечером у нас было первое служение. Я еще такого в жизни никогда не видел. Где-то было, ну, примерно, ну, может, 15 тысяч людей собралось. Была проповедь о крови Христа, о силе крови Христа. Мы выпустили на сцену где-то 20 свидетельств. Ну, после того 4 часа записывали свидетельства на камеру с 9 вечера до часу ночи. Ома! Больше 400 свидетельств. Айзек ТВ есть такое телевидение, они записывали эти в прямом эфире свидетельства. Одна проповедь, кажется, то, которую мы слышим своими ушами в воскресенье, в своих служениях, каждое воскресенье, мы должны поменять свой подход к Слову Божьему. Слово Божье это есть сила Бога. Аминь. Когда проповедовалось Слово, больше, чем 400 свидетельств, прямо было, что Бог сделал, явно. Почему оно не может происходить у нас, в церквях? Разве мы проповедуем по-другому? Нет. Я верю, что придет время в Америку, что будут еще сильнее движения, чем в Пакистане, в других странах. Бог силен это сделать. Почему-то в каждой семье, в каждом родстве есть какие-то трудности, болезни, которые нельзя излечить. Почему это поднялось в христианской среде, когда молодые парни, даже на прошлой неделе похоронили в Вашингтоне молодого парня от этой болезни? Почему церковь не ревнует об этом? Мы заняты, заняты, заняты. Я верю, пришло время, и Бог стучит в сердца людей, чтобы слава Божья она явилась, и она явится. Ты знаешь, один молодой человек сегодня мне сказал то же самое слово, и я знаю, что ты с ним не связан был сегодня, это фуршур, совсем с другого штата, сказал те же самые слова, что Господь в Америке грядет пробуждение среди молодых людей. и ты подтвердил те же самые слова? Да, оно будет, оно будет, потому что даже вот взять Александра свидетель, даже вот мои дети, моей дочери 13 лет, она два раза, мол, неделю ходит его анализировать, я это не делал в 13 лет. Видишь. Что-то происходит с этим поколением, которое идет после нас. Поколение Google. Но Google в то же самое время и не Google, и несут слово Божье. Есть жажда по Богу, есть жажда Божьего Царства, Божьего спасения, неравнодушия. Можете представить, какое искушение есть на это поколение, что предложено этому поколению. И множество сегодня молодых людей очень глубоко и искренне ищут Господа, служат Господу, исполненный Его Духом. Исполненный Его Духом. То есть это неправда, что Бог молчит, Бог уснул, Бог задумался? Бог никогда не молчит. Это только так думали, это только когда-то Илья говорил поклонникам этого идолов, что может ваш Бог кричит и громче. Да, уснул, может он куда-то по нуждам пошел в сторону. Бог не спит, не дремлет, Его Слово, Его миссия, в Него есть воля на каждый день. Есть люди, которые сегодня среди этого хаоса, вот этого мира, тысячи голосов, которые кричат в нашу жизнь, они слушают голос Божий. следуют за Ним. И Бог совершает чудеса. Точно. Можна молодежь церкви выходит там, где участвует и дочь Вадима, они идут сегодня в молы на улице, молятся за больных, люди получают исцеление, они смело предлагают людям Иисуса, и люди слушают их, принимают, молятся. Кто сказал, что не слушают? Что интересно, что такие незаурядные вещи, творящиеся Господом, незаурядные. То есть, они Богом же достигаются, незаурядные вещи во многих странах. Они достигаются, это то, о чем мы говорили, тебя еще не было, здесь мы начинали. Они достигаются людьми без особых титулов, без особых имен, без особых личек. Господь не смотрит, рукоположили тебя на патриарха всей Руси или на епископа, Господь не на эти вещи смотрит. Господь смотрит на 13-летнего ребенка, которого сердце открыто, чтобы делать что-то для Бога. И для Господа этого достаточно. Господу достаточно даже не рукоположения. Но я не умоляю, я к чему? Я к тому, что если из уз младенцев и грудных детей Бог устраивает себе хвалу, ну неужели не 13 лет или 30 лет? Of course! Of course! Когда-то Слово Божие один муж говорил, не возбужу ли в них ревность? Бог говорил, не возбужу ли их ревность народам несмысленная. Да, да, да. Бог потрясающий Бог. Я сегодня думал над такой мыслью, что важнее, просить у Бога или славить Бога? И я понял, что славить Бога важнее. Почему написано «за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья». Вот этот один стих открывает ресурсы Божественного царства. Люди, которые начинают мыслить о Боге по-другому, люди, которые начинают верить Богу каждому слову, люди, которые уповают, что Он исполнит это слово, они идут сегодня, подобно нашей команде, которая была в Пакистане, они идут, кто-то им говорил, слышишь, там опасно. Один брат в церкви, после того, как мы их благословили, подошел ко мне, говорит, пастор, ты хоть думаешь, что ты делаешь? Не мусульманскую страну. Не мусульманскую страну, а что, если там кто-нибудь Аллах Атбар крикнет и взорвет какой-нибудь свой поезд, и мы будем завтра тут. Я говорю, так нельзя. Но тебя бы это остановило, если бы тебя напугало. Напугали тебя, что там будет кричать секир башка. Вот тебя бы остановило это или нет? Не думаю. Интересно то, что охрана, которая была с нами, их было очень много. Когда они нас привозили в гостиницу, каждый из них вытаскал свой телефон, говорит, вот моя жена, помолись за ней. У моего брата болит что-то там, помолись. И мы вот так приходим в гостиницу в фойе и все на телефонах молимся за родственников. А это укорененные мусульмане. Вау. Так что... Жив Господь. Господь Жив Господь. Есть даже фотографии, мы вот уже как бы знаем, выходим, и они сразу свои телефоны, вот это они так висят на машинах с автоматами едут, прямо каждый мотоциклист подъезжает, они их отгоняют, там настолько все серьезно. И когда мы приходим, они просто как маленькие дети набирают, не могут дозвониться, подожди еще раз, мы не можем иметь детей, у нас это проблема. И мы стоим, молимся за них, настолько приятно, что и я верю в сердцах этих людей, которые были с нами, даже которые охраняли нас, они слышали Иван, они за нами следили. И я не знаю, ли меня постановило или нет, я не хочу как бы сейчас какие-то тут заявлять заявления, но мы верим Богу, который нас хранил. и мы имели мир в сердце, что Бог будет с нами. Это самое основное. Самое основное. И даже парень, который с нами с Вашингтона полетел, он ночь перед этого мне высылает статистику, что где самое большее убивают американцев. Пакистан. И я говорю, брат, все хорошо, молись Господа. Так что Бог жив, и сегодня мы не просто благодарим за бананы, а благодарим за спасенные души. Разве по большому счету это не причина для того, чтобы жить? Разве по большому счету это не самая основная, ключевая, фундаментальная, самая основная причина, чтобы жить на этой земле? Если Бог это сделал в моей жизни, в твоей жизни, в твоей жизни, и в жизни, как мы говорим, миллионов последователей правильного истинного христианства, если Он сделал это в моей жизни, Господь же хочет это сделать через нашу жизнь, в жизни миллионов и миллионов. Я как-то говорил, тех в жизни миллионов, которые табунами идут, табунами в преисподнюю идут, табунами. Не зря помните, вы, наверное, знаете это свидетельство, я его несколько раз слышал, и кто-то мне буквально на днях напомнил сестричка, которой было показано это видение, это ей было, и потом еще кто-то там видел это видение в разных, так сказать, ракурсах, когда, говорит, было показано масса людей идут, масса, и, говорит, я вижу миллионы просто, и, а вдалеке огромная пропасть, огромная пропасть, и говорит, я вижу, мне дана была возможность видеть, когда эта толпа идет веселиться, она идет, радуется, там рассказывают какие-то басни друг к другу, такая праздная толпа, и не видят, что они подпирают тех, которые падают в эту, падают в преисподнюю, они здесь веселятся, а те не могут устоять, потому что эти уже напирают, и те валятся, и так в эту пропасть валятся, валят, и она говорит, я вижу, что огромная масса людей не знают, не знают то, что они тоже этим табуном идут прямо в этот раз. Я думаю, что это видение было одно моих служителей, которого Бог призывал на служение, но то, что меня радует сегодня еще больше, что если бы Бог открыл наши глаза, мы бы увидели, каким потоком люди идут сегодня в Царство Божье. Точно, точно, точно. Халлилуйя. Всякий призвыш имя Господня спасется. Бог, потрясающе сильный Бог. Ему могущество, слава настолько велико, и церковь сегодня должна вдохновить то, что сегодня на земле спасаются миллионы, миллионы, миллионы людей. Бог продолжает спасать людей, продолжает спасать людей. Он долго терпит. Мы хотели бы, чтобы он нашего какого-то близкого родственника кто-то спас бы побыстрее, но он долго терпит, он работает, но однозначно победа за Господом. Последнее слово. Мне кажется, что сегодня церковь должна как никогда раньше просто быть окрелена по знаниям его доброты, его могущества, его намерений, его планов, его желания излить свою благодать на земле. И просто каждый день, каждое мгновение с радостью знать, что наша жизнь на земле не просто зря. Мы здесь, чтобы выполнить волю Божью, прославить Господа. Пасторик, каким образом достичь такого момента в нашей духовной жизни, когда вот эта благодарность Богу, она становится стилем нашей жизни, образом наших мыслей. Не тогда, когда вот все хорошо, все улыбается, все клеится, все складывается, все прибавляется, умножается на моем аккаунте или в моем кармане, но как научиться видеть Бога и благодарить Бога сквозь слезы? Как видеть этого Бога в тоннеле, где не видно, ну, света не видно в конце тоннеля? Наверное, нужно понять, что благодарность это фундаментальное качество личности. Вот почему многие родители очень тщательно воспитывают своих детей с детства, чтобы они были за все благодарны. Дядя, спасибо. Тетя, спасибо. Мама, спасибо. Учительница, спасибо. сестра, спасибо. Вот, это прививается с детских лет и мгновений, потому что это фундаментальное качество личности, которое поможет человеку взять совсем другую жизнь и идти по совсем другой дороге. И эти люди, они просто идут по земле даже, как по земле чудес. В каждом цветочке они видят красоту, они в каждом поступке человека, они восхищаются, они как будто бы не видят плохое. Поэтому нам нужно, если вы никогда этого кто-то не делает, ему просто нужно взять себя и приучивать, прививать себя. Поэтому учиться следует. Конечно. Важно учиться. Конечно. Потому что оно уверенность не приходит. Нет, оно не приходит. Это качество нашей личности, которую мы вырабатываем в себе. Нам легко, когда Бог наполнил нас благодатью, или мы услышали, у нас вырвалось, даже не от себя, от Духа Божьего, вырвалось это желание. Но когда у нас это заложено, это часть нас, тогда мы будем благодарить Бога за все. Я иногда прихожу к людям, когда я им служу, и они лежат в болезни десятки лет. Иногда я ухожу от них в потрясающем благоговении. Они благодарят Бога за все. Ты видишь. Братик, сегодня утром такое солнышко засветило мне в окошко, и я так сегодня почувствовал, что я счастливый. Ты не ломишь временами себя на мысли, глянь. Я ловлю себя, я каюсь не один раз. Хотя я стараюсь благодарить Бога, но а в других приходишь, и что бы ты им ни говорил, какую надежду ты пытался им вселить. У них только одна пластинка, одна пластинка. Почему? Почему? Что я хуже всех? Что я хуже всех? Что я хуже всех? Пастор, скажи, что я такого наделал? Люди хуже меня, они наслаждаются жизнью. и порой сложно пробиться. Понимаю. И хочется помочь человеку. Конечно, хочется, но сложно пробиться. Вот почему во дворы Господни мы ходить должны со словословием. Вот почему вкусить, познать Бога, что Он благ, поклоняться, благодарить не только Бога, но и людей, которые... кто-то сказал такую фразу, за все, что мы не благодарим, это обращается в нашу гордость. То есть, если даже... Давайте сейчас не будем говорить о Боге. Если кто-то, кто-то постарался в твоей жизни, чтобы тебе было лучше, чтобы тебе было приятно, даже позвонил, просто спросить, как у тебя дела. если мы этим не ценим, если мы за это, за простые вещи не благодарим друг друга, как мы будем благодарить Бога, который печется за нас каждым вновием. И это становится нашей гордостью. Дело в том, что замечали ли вы, братья, что так как-то по жизни у нас ведется, когда собираются в кругу семьи, там где-то пари, вот в течение этих недели, две, три, а тут и Крисмас приближается уже, и Новый год на носу, когда мы встречаемся, но это не о нас с вами, я знаю, это не о нас с вами, но я так обобщаю, я скажу, это не о тебе, не о тебе, и я далек от этого тоже, так между нами в прямом эфире скажу, но встречается компания и зачастую, зачастую в мыслях и в устах мы говорим о том, чего у нас нет намного больше, чем о том, что у нас есть, да у нас же намного больше есть то, чего у нас нет, то есть, то есть, мы имеем намного больше того, что Бог нам дал, чем то, чего Он бы нам не дал, ну чего, тебе еще миллион надо, а зачем он тебе, что ты с этим миллионом сделаешь, миллионер, и что, тебе еще другая машина надо, а что ты с этой машиной, тебе это, Это машина плохая. Это есть, если брать, ставить духовный диагноз, это есть одна из форм выражения ропота. Чеснок давай и все, да? Да, благодарное сердце так не живет. Благодарное сердце живет, восхищается тем, что мы имеем. Ты знаешь, я ловлю себя на мысли. Каждое утро я почему-то, когда мы молимся по утрам с женой, я всегда как-то, то ли оно автоматом уже идет, то ли, я не знаю, ну не пистолетом, но автоматом это автоматически, я имею в виду. А я говорю, Господи, благодарю Тебя за чистый, свежий воздух, что дыхание в моей груди сегодня утром. Вот так я молюсь. За то, что я увидел свет этого дня. Чистый, свежий воздух, чистая вода. Прекрасные условия, в которых ты... То есть, и как-то вот так молюсь, и однажды я себя попал на мысли, поймал себя на мысли, так я же это, может, поменять эту молитву утром? Господи, не вмини это во грех во мне, или в то, что это, ну, привычка такая. А потом думаю, а только такое вразумление. Нет, ты правильно делаешь. Каждый день ты благодаришь Бога за свежий воздух. Почему? Потому что то, что вы видите в Африке, да я не думаю, что в Пакистане люди живут лучше, чем здесь. Не думаю. Мы же настолько, мы блаженны, чтобы Бог поместил нас в эту среду, вот в эти условия. Ну, приходится тяжело работать. Но ты видишь дела твоих рук, ты видишь плод твоих рук. И за это уже благодаришь Господа. Как бы, я думаю, что еще один ответ на ваш вопрос. Надо просто остановиться и подумать, что у тебя есть. Просто вот у нас бывает, мы с женой посидим вечером и просто не можем поверить себе, как Бог нас до этого времени благословил. Вот просто нужно остановиться и сделать анализ. Все, что у нас есть, все, что Бог нам сделал, все, что мы имеем, здоровье, детей, дома, машины, как бы это идет, как вы говорите уже, автоматом. И просто нужно остановиться и просто поразговаривать об этом, вот с кем-то. И вот этим моментом, ты начинаешь замечать, что, а, вот это ж есть, вот это ж тоже есть, вот это тоже есть. Оказывается, не так плохо. И даже такой момент, мы как с ребятами стояли, мы были в Пакистане и купили 600, ну, 700 Библии, настоящих, хороших Библии, и раздавали. На их языке? Да, да, конечно. И одной женщине мы дали Библию, если вы видели ее реакцию, она пала на лицо сперва, начала плакать, взяла эту Библию, начала целовать, вот так целует, целует, трет ее, взялась, как бы, как ей дали, я не знаю что, как, как, сокровище получила? Какое-то сокровище. Вау. И мы смотрели, мы чуть сами не начали плакать, потому что это настолько было искренне, и вот даже вот эти моменты, человек получил Библию. А у нас десятками экземпляров, мы меняем 12 экземпляров разных переводов лежит. Наверное, нужно научиться просто затормозиться и просто порассуждать, как бы вспомнить. Один из моментов, наверное, который поможет нам благодарить Бога за вещи, которые у нас есть. Если потеряна, пастори, это свежесть, острота, потеряна, с чего начнет? Если больше робота... Съедите комиссию. Съедите комиссию. Ну, хорошо, вот смотри, ты берешь, вот я сейчас в прямом эфире. Ты, когда следующая ваша поездка будет? Ну, созвонимся. Да, да, да. Ну, однозначно, что Бог нас обогатил многими богатствами земли и духовных благословений. Но одно из моментов, я думаю, что нужно задать себе вопрос. Кто ваши друзья? Даже обычные. Кто ваши друзья? Ваши друзья, это, наверное, обычно те люди, которые вам как-то иногда говорят спасибо. Если не словом, делом. Если не делом, то вниманием. Вот. Просто нужно осознать, что завтрашний день не может насначиться без благодарного сердца. чтобы его начать, нужно покаяться за все свое. Оттреться просто от духа ропота, от духа просто, вот, от духа вот этого недовольства, вот, разных негативных своих слов. Порвать все отношения с компаниями, которые имеют. Потому что, почему-то, кто-то даже сказал, что misery имеет свою компанию. То есть люди, которые живут в таком вот негативе, они почему-то всегда все вместе находят. Поменяйте компанию. Если вы увидите довольных людей, скажите, можно я с вами побуду, похожу немножко. А может, некоторым стоит выбросить номера телефонов своих? Ну, это если телефоны. Просто нужно сделать все для того, чтобы стать, войти в жизнь благодарных людей. Потому что благодарность, она строит взаимоотношения. Взаимоотношения это платформа, это основание. Возьмите, если муж, жена, они благодарны друг другу, сколько они могут прожить в мире? Как хорошо им приятно делиться друг с другом все, что они имеют. Поэтому взаимоотношения это база, это основа, на которой приходит обмен. И в жизни с Богом нельзя жить по-другому. Тем более, что если бы Бог открыл бы глаза все, что мы имеем, все, что мы имеем, каждое дыхание нашего, нашего, биение нашего сердца, дыхание, которое выходит из наших ноздрей, все это от Господа. И если мы на мгновение осознаем это и говорим, Господи, Тебе слава, Тебе слава, Тебе слава. Научитесь, поставьте будильник себе. Сейчас много есть средств, которые помогут вам войти в дисциплину. Это время не просьб, не молитв. Это время, когда ты только благодаришь Бога. И это получится. Дух Святой придет. Надо в своем графике находить время и периоды в сезонах года, чтобы кроме дай-дай-дай-дай-дай-дай ежедневного, дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай, мне-мне-мне-моё, дай-дай-дай-дай, надо действительно, как ты говоришь, поменять лексикон и говорить, благодарю тебе. Хотя по Писанию призывают нас, чтобы мы открывали желание против Бога. Но он не написан, да, есть проситель, да, она будет вам. Но больше в Писании мы видим призыв к поклонению, благодарению, познанию, кто есть наш Господь. Люди, которые знают, кто есть Господь, они очень мало просят. Они говорят, Господи, я знаю, что ты позаботился сегодня. Интересно. Я знаю, что все ситуации в моей жизни это от тебя. Если это негатив, потому что, Господи, я благодарю Тебя, что ты что-то делаешь с моей жизнью, даже то, что мне не нравится, но в Тебя есть цель дать мне больше, чем то, что я могу иметь сегодня. Вот. Эта молитва совсем другая, это состояние духа другого, это познание Бога глубокое, это то, что открывает в нас ресурсы божественной благодати. Вот. Так что это просто. Вот как маленьких детей учат сказать благодарить, скажи спасибо. А почему не сказал спасибо? Что интересно, что глядя на животный мир, я как-то наблюдал за одним щенком соседским. И когда хозяйка или хозяин дает ему что-то, бросает, я заметил, что этот щенок, когда он схватит это, то, что ему бросают, у него сразу хвостом. А я спрашиваю, в чем дело? А мне говорят, а это, когда сильно виляет хвостом, это вычислили, это уже ученые, доказано, что он так выражает свою благодарность каким-то непонятным, что там в него в уме происходит в этого животного, что даже животный мир, и то он научен, как-то вот, что он облагодарит. Раз заговорили за животный мир, у меня была собака, которая, наверное, ни один верующий так не благодарит Бога. Благодарит Бога, как он меня, хотя, ты смотришь, значит, это правда было, да? Это правда, хотя признаюсь, что я не был добрым хозяином. Я его вовремя кормил, я заботился за него, но не было мне времени, чтобы с ним проводить достаточно времени. Поэтому все вокруг говорили нас, сдайте Богу славу, ибо он благ. Тем более мы, как творение, созданные им на добрые дела, которые он повелел нам исполнять, тем более, тем более мы. Венец творения Божия, это не пьес, это не живот, это человек. Я думаю, что давайте мы дадим Вадиму еще возможность рассказать свидетельство, и они просто будут, как заводят машину, которая села батарейку, так они коснутся вас, и у вас будет благодарное сердце. Еще раз, благодарность есть сила. Когда мы благодарим, в этом есть какая-то сила, потому что даже когда Иисус благодарил отца за то, что даже он еще не сделал, он уже видел наперед, люди благодарны, они в жизни живут очень хорошо. Ну, свидетельства, которые были, может, такие яркие, которые мы услышали на этих служениях, были, что я никогда не подумал, что в таких странах занимаются black magic, там очень сильно развито. Волшебство. Да, даже служения проводят на кладбищах, возле гробов каких-то их пророков, и мы с этим встретились, что очень сильно вот эта сила, она начинала действовать. даже было такое, что на этой сцене нам кидали людей, прямо закидывали, которые с себя непонятно что сделали, как звери двигались. И было такое, что сидел на служении, он как бы в одном селении, он один из главных, который эти ритуалы делает. Шаман, типа. Шаман. И он говорит, что когда я сидел, его рассказ был так, через переводы, что я увидел как бы свет сходящий с неба. И во время слова я увидел Иисуса. Это он говорил это в камерах. И в тот же самый момент я почувствовал, как с меня что-то вышло. И вот он вышел на сцену и говорит, что я занимался этим уже 20 с чем-то лет. И сегодня я занимался с Иисусом. И вот такие свидетельства как бы их очень тяжело передать то, что происходило там. Другое, наверное, что женщина, она, она, я ее видел тоже, она, у нее или какой-то рак был внутри, она не могла глотать, она с очень сильной болью глотала. У нее, когда я глотала, у нее были боли такие до крика, у нее постоянно текли слюни. Она вот такой бедный человек. И говорит, во время молитвы я почувствовал огонь. И полностью Бог меня исцелил. И она начала глотать, по-детски, показывать вот такие моменты. еще наверное одно из то, что как я говорил, за скорой помощи мужчину прямо семья привела с эмбуланс, есть фотография у меня на телефоне, его разгружали, у него отказало две почки, и там в этой стране уже ему дали просто пару часов. И его семья привезла, и в субботу у нас было мероприятие, его после служения увезли назад в больницу, и в воскресенье он пешком ушел домой. Ты веришь, жив Господь, жив Господь. И вот таких свидетельств просто пасты пишут, что мы не успеваем записывать столько звонков. Это с одного служения. И я хочу вдохновить телезрителей, как бы накануне вот этого праздника, день благодарения, если даже еще вашу семью или вашу жизнь не пришел ответ, благодарите за уже радуйтесь и благодарите, делите добычу, просто принимайте от Бога ответы, потому что Бог силен, Он силен явиться вашему вашему сыну, вашей дочери, явиться исцелением ваше тело. И мы это говорим не потому, что мы где-то это слышали или кто-то нам рассказывал, мы свидетели тому, что Бог спасает, Он спас меня. Многие годы назад Он пришел в мою жизнь, освободил от всего. Я вижу, как Бог сегодня исцеляет, спасает, и в день благодарения я хочу благодарить Бога, что Он силен, славен, в руках Его сила и могущество, и Он сегодня живой. Вчера, сегодня и вовеки тоже наш Бог. Мы молимся, пожалуйста, соверши, пожалуйста, молитву. Господь, сейчас от этой студии мы просто собрались вместе и согласились спросить и благодарить. Мы сегодня благодарим Господи, что сила крови Иисуса Христа, она сегодня имеет силу разрушать всякие тверды. И сегодня мы, Господь, благословляем Твое имя, славим Тебя, Царь, Царей, ибо Ты Владыка мира, Господь, ибо трон Твой на небе и земля подножья ног Твоих, и мы сегодня высвобождаем Твою силу на телезрителе, Господи, во имя Иисуса Христа, Господь, благослови, благослови, Господь, благослови, сегодня именем Иисуса, каждую нужду, Господи, во имя Иисуса, во имя Иисуса, ибо Ты сказал, я создам мою церковь, я создам мою церковь, и врата ада не одолеют, именем Иисуса Христа, я высвобождаю благословение Божье, благословение Божье, ответы Божьи, во имя Иисуса, во имя Иисуса, я чувствую радость в духе моем, что Бог отвечает, подлите, братья, молитву, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, те, которые упавшие, те, которые уснувшие, те, которые ослабевшие, которые споткнувшиеся, Господи, явись силой Силой Евангелия, Силой Духа Святого, сделай чудеса, сделай чудеса, сделай чудеса во многих семьях и судьбах, и пусть слава Твоя явится, пусть откроются сегодня усты, пусть слабый скажет, я силен, а бедный скажет, я богат, пусть хромой воспрыгнет, как олень во имя Иисуса. Мы благословляем каждую семью отцов, матерей, мы благословляем бабушек, дедушек, детей, мы благословляем отроков и отроковиц, юношей и девиц, мы благословляем именем Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя. Поэтому, друзья, время пришло к концу нашей программы, если даже вы в повторе смотрите эту программу, будете смотреть на любовь и с континентом, в любом из штатов. Вот это помазание, вот это движение Духа Святого через этот телеэфир, входя в ваши дома, в ваши квартиры, оно произведет свою работу, оно делает свои божественные операции, производит чудеса в твоей жизни, принимает это как вера. Если Бог сделал это в жизни этих молодых людей, в жизни Вадима, в жизни пастора Александра, Бог сделает, Он силен сделать это именно в твоей жизни, именно в твоем служении, в твоей семье, в судьбе твоих детей. Во имя Иисуса Христа мы еще раз благословляем вас на великие дела в царстве нашего Господа Иисуса Христа, Бога Саваофа, Царя, Царей, Господа, всех господствующих. Во имя Иисуса. Пастор, я благодарю. Вадим, welcome, мы будем встречаться, просто вы и меня ободрили, и кроме меня еще массу-массу наших зрителей. Спасибо за ваше служение. Бог, да, благослови и тебя, и вас. Семейство Пекуна, это благословенное семейство. Еще у Господа есть много дел в его небесном царстве через вашу жизнь и через ваше служение. Это как пророческое слово на каждом... И жив Господь, и жива душа наша. Будьте благословенны, оставайтесь с нами на импакте. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok